Продолжение следует... Продолжение следует... Борис Либеров. Заслуженный лесничий, герой труда. Очень большая обезьяна. Она идет мне на перерез. Геннадий Димаков. Кандидат биологических наук, заведующий кафедрой зоологии в университете. Про бабушки говорили. Дикая женщина. Люди мне говорили. Ее в лесу поймали. Раиса Сабекия. Почтальон. Это люди разных профессий, разного возраста. Они даже не знакомы друг с другом. Их объединяет одно. Все они верят в существование снежного человека. Как снежным человеке регулярно появляются в печати и на телевидении. То его следы или даже его самого видели в Гималаях, или в лесах австралийского континента, или даже в жаркой Африке. Но больше всего свидетельств о Йети приходят из Америки. Так, в октябре 2008 года местная пресса выдала сенсацию. Найдено тело снежного человека. Двое жителей штата Джорджия обнаружили его в лесу. Рост умершего от рангети 2 метра 70 сантиметров. Вес 300 килограммов. С помощью местных жителей тело донесли до поселка. А потом продали его за 10 миллионов долларов. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Но фотографии опубликовать разрешил. В то же самое время в России следы снежного человека были обнаружены на Ямале в пригороде Слехарда. На них наткнулись охотники. Следы в несколько раз больше человеческих. Вот, получается, человеческая нога. И сами посмотрите, какой размер тут ноги. Вот так вот тропа есть, идет тут. Представляете, он дошел до куда-то, развернулся и пошел обратно. Где-то, значит, вот и гор доходит. Терепо. Чаще всего о встречах со снежным человеком рассказывают горцы. Что понятно, места удаленные, труднодоступные. Когда жительнице Абхазии Раисе Сабекия было 10 лет, она узнала семейную тайну. Что ее бабушка по отцу была полуженщиной, полуобезьяной. Об этом ей рассказали люди в деревне. Про бабушке говорили дикая женщина. По рассказу я слышала, так как говорили, что ее в лесу поймали. И взял мою прадедушку, женою. Отдали его, они жили. Бабушку Раисы звали Зана. Долгожители абхазского селения Атхина помнили ее. Они рассказывали, что дикую женщину поймали охотники в лесах Ачамчирского района и подарили ее местному князю Эдгигенабу. Зана была огромного роста, с очень развитой мускулатурой. Походила на гориллу, но передвигалась на двух ногах. Мой отец помнил Зану. Он рассказывал, что кожа у нее была черной. Все тело ее было покрыто черными волосами, но не очень густыми. У ступней волос почти не было. Ладони были вовсе без волос. Хозяин Заны, князь Генаб, держал ее в загоне из брежи. Пищу ей спускали туда, не заходя внутрь. Ведь Зана вела себя, как дикий зверь. Она вырыла себе в земле яму и в ней спала. Но постепенно ее удалось немного приручить, и тогда ее перевели в плетеную ограду под навесом. На забаву князя приезжали посмотреть со всей Абхазии. Селяне подходили к ограде, тормошили Зану палками. Она была ростом, говорят, около двух метров. Говорят, что она вообще не умела разговаривать. Там, где ее содержали, щепела вот эта дверь, и вот этот звук повторяла. За десятки лет прожитых среди людей, Зана не научилась произносить ни одного слова. Она так и не стала человеком. Но она стала матерью людей. По легенде, Меонкарталка неоднократно беременела от мужчин, работавших у князя. Рожала без всякой помощи, но ее дети гибли. Позже люди начали вовремя отнимать у Заны новорожденных и выкармливать их. Два сына и две дочери Заны выросли полноценными людьми. Все они, в свою очередь, имели потомство. Почти все внуки Заны уехали из этих мест. И старательно скрывали свое происхождение. В Тхине остались жить только младшие дети Заны. Дочь Гамаса и сын Хвид. Отец Траисы. Здоровый был человек. В общем, он хоть 10 человек, его не пооборолись бы. Он такой сильный человек был. Хоть он был без руки, он рука не имел один, но без руки нас воспитал все равно. Поговаривают, что отцом Хвита был сам князь Эдги Генап. По слухам, Зану похоронили на родовом кладбище в семье Генапа. А Хвита и его сестру растила жена князя. Сохранилось единственное фото Хвита, сделанное в 30-х годах. Я помню Хвита. Он был могучего сложения, с темноватой кожей и некоторыми другими, как бы обезьяньями чертами. Хвит был буйным и дрочливым. Часто дрался с односельчанами. В одной драке ему отрубили правую руку. Но и левой ему хватало, чтобы косить, справляться с колхозной работой. Хвит был женат дважды. Оставил троих детей. Он в 1954 году. Похоронили его в Тхине. Сегодня из его детей жива только Раиса. Всю жизнь она проработала почтальоном в абхазском городе Ткачкварелле. Сейчас она на пенсии. Я ничем не отвечаю. Вы видите, как я нахожусь. Я как люди, остальные, как человек. Я и так же нахожусь. Я не знаю. У меня мать русская была. Так что... Я ничего не отвечаю от них. От бабушки Раисе досталось отменное здоровье. За все свои 70 лет она ни разу не обращалась к врачам. Нам удалось разыскать еще одного внука Заны, сына ее дочери Гамасы. Родион Каджая живет в Абхазии. О своих предках почти ничего не знает. Эта тема была в семье под запретом. Мне говорили, что бабушку поймали в лесу. Что она была дикой женщиной и была похожа на обезьяну. Больше, к сожалению, ничего сказать не могу. Мама не любила об этом говорить. Гамаса тоже, как и его брат, была намного сильнее обычных людей. Кожа у нее была очень темная. На теле было много волос. Всю жизнь она прожила в Тхине. Умерла примерно в 60 лет. В 70-х годах сотрудники Института этнографии РАН проводили поиски могилы Заны на местном кладбище. Ученые раскопали несколько захоронений. Но только одна могила вызвала интерес. Короче говоря, с ними работал. Когда мы размножили вот эти фрагменты, 2 метра 15 сантиметров, и обе конечности, верхние конечности, были между двумя конечностями. И сзади скрученная лежала, сзади нижних колесностей. Она скрученная лежала. Она не как покойника, а как будто скотину загинула. Этот череп оказался толще всех черепей, которые были нам не обнаружены. Вот здесь почти упали. А вот эта скула вперед выдвинутой. Лоб низкий, а задная часть продленная. Экспедиция руководил кандидат исторических наук Игорь Бурцев. Он привез останки двухметровой женщины в Москву. Но здесь его ждало разочарование. Экспертиза показала, что это останки обычного человека. Приставить челюсть, вы увидите, как сим, получается, как морда у нее. Вот смотрите, какое у нее. Вот в нормальном положении. Вот. Вот отсюда лучше видно. Очень вытянутый вперед. Очень вытянутый вперед. И это, конечно, отличает ее от местных жителей. Ну, антропологи посмотрели, говорят, ну, это не гроид. Ученые не уверены, что это были останки именно Заны. Зато они обнаружили могилу ее сына Хвита. Исследовав его череп, антропологи пришли к выводу, что он сильно отличается от человеческого. Череп имеет черты неантертальца или человекообразный обезьян. Вот видите, вот плоский довольно череп. Это низкий. У человека был бы лоб более прямой и более выпуклый. Вот черепная крышка. У него кости, ну, тут даже видно вот внешне. Вот видите, какая-то такая бугристость. Есть ли у потомков Заны гены не человека? Ответ на этот вопрос могла бы дать только генетическая экспертиза. Но при жизни Хвита ее никто не проводил. Теперь это можно выяснить, взяв на анализ кровь у ныне живущих внуков Заны. Да, мне очень хотелось бы узнать, кто я, человек или животное. По нашей просьбе, врачи из города Сочи взяли кровь у одного из внуков Заны, Родиона Каджая, и переправили ее в Москву, чтобы провести здесь генетическую экспертизу. Если вот на букве Т будет полоса, это человек, и это кровь. Биологи не отрицают, что Зана действительно существовала. Она и вправду могла быть огромного роста, а тело ее могло быть покрыто волосами. Но была ли она при этом снежным человеком? Возможно, все рассказы о ее сходстве с обезьяной сильно преувеличены. Бигфут, Йети, реликтовый гоминоид, лесной человек, снежный человек. Все это название одного и того же мифического существа. У него лицо человека, он весь покрыт волосами, как обезьяна, рост выше двух метров. Так описывают снежного человека те, кто утверждает, что видели его. Для многих людей в разных концах света снежный человек – реальность. Криптозоология – так называется наука неизвестных животных. Криптозоологи уверены, что снежный человек существует. Мы видели следы, причем следы, вот я видел в тундре якутской, которые тянутся, там, вот сколько хватает глаз в одну сторону, и сколько хватает глаз в другую сторону. Следы достаточно большие. Нет сомнений, что это не подделка, потому что это абсолютно глухое место. О том, что вероятность того, что кто-то увидит эти следы, то есть ради кого подделывать, она близка к нулю. Однако официальная наука не признает криптозоологию и существование Йети отвергает. Биологи уверены, что если бы он существовал, то его давно бы обнаружили. Ведь на сегодняшний день изучены все биологические виды, а рассказы свидетелей психиатры называют массовой галлюцинацией. Существует определенный образ, такой вот клише, да, клишированный образ. И все знают, что снежный человек – это некоторое подобие обезьяны, черного или там серого цвета, что он уходит на двух ногах, и в принципе это вот оно так должно быть. Вот, и поэтому, когда видят, возможно, какие-то похожие тени, да, либо просто психика готова к тому, что вот сейчас что-то должно произойти, то мозг это может и нарисовать на фоне напряжения. Возможно, снежный человек только лишь видение, но люди, встречавшие его, во всем остальном абсолютно нормальные. У них есть дом, семья, работа. Никаких отклонений психиатры у них не находят. И все они описывают снежного человека одинаково. Когда, ну, много людей видят одну и ту же вещь, да, значит, они готовы это видеть. Люди имеют этот образ в голове, они готовы его воспринимать таким, какой он есть. Вот, и если ты готов что-то такое воспринимать, и то любые какие-то моменты, там, напоминающие, что это может быть на это похоже, да, может быть, действительно вызывать такие галлюцинаторные состояния. Эту запись сделали криптозоологи в 2006 году. Житель деревни Разбойний Бор Александр Шиляев рассказывает о своей встрече со снежным человеком. Это интервью вызвало интерес в научной среде. Многим ученым рассказ Александра показался правдоподобным. Вон, весь корост. Водово, вся в коростах. Немного седоватый был такой. Ну, никак не седоватый, а... Бледный какой-то, не бледный, да. Как бы сказать. По словам Александра, он подвернул ногу на болоте, а снежный человек якобы вынес его на руках из леса. Что-то вот не слово, типа... Дерево, я так сказал. Потому что высоко было. Когда он нес там, я на животе, как я там на нем, на животе лежал. На плечах, не знаю, на чем. А это я, да, он говорил, что, говорит, видел, говорит, его. Ну, как, говорит, похоже, говорит, как, ну, как сказать, обезьяна, не обезьяна. Человек не человек. Ну, шерсть, говорит, у него такая, говорит, есть, говорит. После этого случая родные Александра стали замечать, что он сильно изменился. У него началась настоящая депрессия. Он не хотел ни с кем разговаривать. Перестал работать. Почти не выходил из дома. И мать и брат Александра были уверены, что так повлияла на него встреча с реликтовым гоминоидом. У него какое-то состояние такое было, как сказать, даже не знаю. Ну, с ним, ты же об этом говоришь. Он просто, знаешь, как замыкался и не стал говорить об этом, и все. Родные Александра убедили его обратиться в психиатрическую клинику. Там он пролежал около четырех месяцев, но лечение не дало результатов. Домой он вернулся в том же состоянии. Депрессия не проходила. А ты историю-то рассказывал, да, там, лечащему врачу? Нет, я побоялся. Побоялся высказания? Я им сказал только часть от этой истории, то, что ходил за грибами. Убежал от медведя. И, да, то, что про это, я уже ничего не стал про это говорить. Все это нормально, вот как, вот здесь, как, работал, все здесь, как, никто ему плохого слова про него не может сказать, здесь, как, все нормально с ним. Может быть, повлияло это на его. Деревня, где живет Александр Шиляев, разбойный бор, находится посреди леса. От ближайшего населенного пункта сюда нужно ехать 70 километров по бездорожью. Зимой в деревню можно добраться только на внедорожнике. Мы приехали сюда, чтобы поговорить с Александром, но его не оказалось на месте. Выяснилось, что он под следствием, в тюрьме. За месяц до этого Александр убил 80-летнюю женщину. Я ее нашла, и когда он ее убил, на следующий день я пошла деньги отдавать, я на убитая лежала. Он ходил, видимо, к ней, я ничего не знаю, она как раз в хозяйство тут ходила, в сарай ушла, а он, видимо, в это время зашел к ней туда, и тут она его ждала. Не знаю, что он не поможет. Здесь, когда позавчера, на расследователь-то приезжала, спрашивала, я говорю, ну он же, говорю, не полноценный, так может, так все произойдут, я говорю, нету, ну признали-то, как меня уехал. Казала, по полной пойдет. Психиатры уверены, что перемены, которые произошли в психике Александра, отнюдь не результат встречи со снежным человеком. Скорее всего, он был болен всегда, просто болезнь не проявлялась. А в тот день она дала о себе знать. Когда он зашел в лес, да, вот эта вот игра теней, резкая смена с перехода со света в тень, могло вызвать именно такую галлюцинацию. То есть сказать о том, что вот оно так вот, возможно, он был, уже психика была готова к тому, чтобы что-то произошло, да, некоторые подвижки в сторону ухудшения. Просто, может быть, человек как-то не отдавал себе отчеты, что с ним происходит, но действительно, психически нездоровые люди, они признают, что они нездоровые. А вот у криптозоологов совсем другая точка зрения. Они уверены, что после контакта со снежным человеком можно сойти с ума. Рассказы очевидцев полностью совпадают. Людей внезапно охватывало необъяснимое животное чувство страха. Ноги становились вратными, а в голове не оставалось ни одной ясной мысли. Специалисты объясняют это тем, что Йети обладает уникальными телепатическими способностями. Когда я однажды во время поиска логова снежного человека вдруг почувствовал очередной раз, что, как мне кажется, я подчеркиваю, я не знаю, но мне кажется, что кто-то находится недалеко. Кто-то меня видит со стороны, но я этого существа не вижу. Вот в этот момент я решил посмотреть, что будет. И пошёл туда, где, как кажется, находится опасность. При приближении к этому существу у человека вдруг начинает расфокусироваться зрение. То есть такое ощущение у меня было, что вдруг я перестал наводить нарезка свои глаза. Именно такие последствия, в общем, внешне, физиологически. И отмечают люди, которые подвергаются сильному гипнозу, но при этом не являются гипнабельными. Мощный прилив гипнотической энергии Вадим Чернобров ощутил вблизи вот этого шалаша из согнутых деревьев. Вадим случайно обнаружил его в густом лесу. У криптозоологов нет сомнений, что это сооружение ничто иное, как логово снежного человека, сделанное его руками. Пасум для меня является то, что на логове, на деревьях, из которых состоит своеобразное жилище, есть, во-первых, следы от когтей. Так вот, этот некий человек или некое существо, пока мы не будем называть его никак по имени, сумело брать дерево толщиной примерно сантиметров на высоте примерно 3,5-4 метра. То есть попробуйте, дотянитесь без табуретки, без стремянки. И сгибало его, судя по всему, одной рукой, по крайней мере, следа от другой руки нет. Сгибало его до тех пор, пока дерево не ломалось, но проседало и оставалось в таком полусогнутом состоянии, то есть не разгибаясь. В шалаша был прорыт ход, ведущий в подземелье. Вадим и его коллеги решили, что это путь в подземный дом снежного человека. Однако проникнуть внутрь сами не решились. Побоялись повредить лаз. Они вернулись в Москву, чтобы привлечь к исследованию геологов и археологов. Но когда снова вернулись на это место, здесь уже не было никаких следов от шалаша. Подземный лаз был засыпан землей. Наше пребывание возле этого логова, в общем, кто-то, видимо, хозяин заметил, и было видно, что логово, деревья, из которых был сложен этот шатер, кто-то не менее сильный, чем тот, кто строил. Скорее всего, тот же самый, скорее всего, хозяин просто растащил и привел в непорядок. Я считаю, что они приходят с юга и идут потихоньку, потихоньку, как птицы прилетают. Сегодня улетели там за 10 километров, завтра за 20, приходите, так и летят на юг. Заслуженный лесничий России Борис Либеров. Около 60 лет он работает на одном и том же месте в лесном хозяйстве в селе Сувуди. Грамоту за заслуги в защите окружающей среды ему вручал лично губернатор Кировской области. Я считаю, что вот, может быть, он шел на север, не знаю я, но факт то, что он здесь останавливается много дней. Для охотников и егерей Борис Михайлович авторитет. Ведь он знает о лесе все, и зря говорить не станет. Поэтому в селе все пришли в изумление, когда он заявил, что встретил снежного человека в этом лесу. И не одного, а сразу двух. Ходил я за грибами, за белыми. Слышу шучок тряснул. Смотрю. Мне вначале показались лоси. Потом внимательно посмотрел. Нет, серые медведи. Маленький прыгат. А мать его, как руками или рапами по него. Борис Либеров описывает снежного человека немного иначе, чем остальные свидетели. Ему он показался серым. Другие утверждают, что шерсть у ети черная, с рыжеватым оттенком. Впрочем, Борис Михайлович говорит, что видел его только несколько секунд и толком не успел рассмотреть. Сумку схватил и бегал. Бегу да, оглядываюсь. Как бы он меня... Я видел их, ну сколько секунд? Ну 4-5. Близко, конечно, видел. За 40 метров глаза не определишь. Просто мохнатое серое существо. Никто в селе не поверил в рассказ Либерова. Одни посчитали его сумасшедшим, другие, что он ищет славы. А большинство сошлось во мнении, что Либеров придумал историю о снежном человеке, чтобы запретить охоту. Либеров давно добивается от местных властей объявления этого леса заказником. Почему так получается? Потому что, если снежный человек появился, то здесь заказник сделает. Вот и причина вся. Поэтому и сказали, что это выдумал я. Это все неправда. Сам Либеров настаивает на том, что снежный человек существует. И водится в Вятском лесу. Врать мне в таком возрасте, ну, тебе как показалось. Но пока что еще ни разу мне не казалось ничего. Одно из самых ранних упоминаний о снежном человеке можно найти у древнегреческого философа Плутарха. Он описывает случай поимки солдатами римского полководца Суллы, некого загадочного существа, покрытого шерстью. О снежном человеке упоминает в своей книге «Охотник на диких зверей» американский президент Франклин Рузер. Действие происходит в свекловичных горах между штатами Айдаха и Монтана. Знаменитый альпинист и путешественник Рейнхольд Месла, в одиночку покоривший все 14 высочайших вершин мира, не раз видел снежного человека. В Гималаях в зарослях он сначала услышал глубокий гортанный звук. Он ближе подошел, перед ним промелькнуло существо какое-то. Как он говорит, оно было широкоплечие, роста до двух метров, вся обросшая густой длинной шерстью, и по конфигурации груди он так понял, что это женщина. Месснер хотел было догнать существо, но закаленный многочисленными восхождениями альпинист вдруг почувствовал себя плохо. И она быстро стала удаляться и исчезла, потому что это было чаще. И он торопел, он становился как вкопанный, и не мог даже шага сделать. И он его как бы закрепитировал, он не смог даже сделать нескольких шагов, чтобы его преследовать и увидеть. Позже Месснер в разных частях мира осуществил несколько специальных экспедиций по розыску гоминоида. Итогом стала книга «Снежный человек. Легенда и правда». В мире существует всего несколько видеосъемок «Снежного человека». Сангландера Паттерсона. Житель Северной Калифорнии снял эти кадры в 1967 году. Беспристрастная камера зафиксировала странное существо, идущее по берегу реки. Анализом пленки занимались разные специалисты. Часть ученых пришла к выводу, что это просто человек в меховой одежде. Но большинство сошлось во мнении, что это неизвестное науке существо. Пластиковое выдвижение не может воспроизвести ни один человек. Жителю Иркутска Евгению Ломакину тоже удалось зафиксировать на пленке загадочное существо, похожее на снежного человека. Евгений Ломакин заядлый путешественник. Летом 1999 года он вместе с друзьями отправился в плавание по горной реке Китай в восточных Саянах. Это был сплав. Мы сплавлялись по горной речке. И в одном из каньонов мы встали на ночевку. Там разбили палатки и стали снимать окрестные пейзажи. И в том числе стали снимать огромную скалу, такой уступ. И сняв уступ, мы ничего не увидели. Уже позже дома, отсмотрев пленку, Евгений заметил, что на скале во время записи появилось необычное существо. Остановившись на мгновение и окинув туристов взглядом, незнакомец медленно повернулся и через секунду исчез в лесной чаще. Ломакин считает, что это не мог быть человек. В эти глухие края не забредают даже охотники. Отпадает и версия, что в кадр попало животное. Это явно не дверь, а других живых созданий подобного размера в Иркутской области просто нет. Остается один вариант. Снежный человек. Мы решили провести экспертизу этой записи и пригласили в студию трех экспертов. Криптозоолога Вадима Черноброва, представителя официальной науки антрополога Александра Пестрякова и телевизионного режиссера Алексея Шлянина. Его задача определить, не является ли эта запись результатом компьютерного монтажа. Я точно могу сказать, что это кассета без какого-то монтажа. То есть, никаких спецэффектов я точно совершенно не обнаружил. Представитель официальной науки был настроен скептически заранее. Еще не видя пленки, он был уверен, что на ней запечатлен человек обычный, а не снежный. антрополог образования к нам часто приносит, я не вижу ни одного, ни филе, видно, что подделок. Криптозоолог Вадим Чернобров уверен, что туристы действительно могли снять снежного человека. Я допускаю, что снежный человек где-то есть. Эксперты внимательно посмотрели запись, но ни один из них не смог прийти к определенному выводу. И антрополога, и криптозоолога смутили странные белые пятна на руках и ногах этого существа. Их видно, когда оно поворачивается к нам спином. Такое ощущение, что на ногах снежного человека белые кроссовки. Существо совершает несколько непонятные с моей точки зрения маневры. Я готов поверить в снежного человека, но в обутово снежного человека я с трудом. Вариантов можно сколько угодно. Я что-то просто человек, а снежный гадательный. И вполне может быть, затученный бегающий. И просто гуляющий человек. И просто другой компанией туристов, которые раньше прошли. Несмотря на странные белые пятна, у криптозоолога все равно остались сомнения. Все-таки на человека это существо не похоже. Почему оно никак не реагирует на людей? Почему не несет никакой поклажи? Если это охотник, то где ружье? И почему он одет так тепло для августа месяца? Я не вижу никаких выступающих частей одежды. То есть там карманов, рукавов, ремня. После просмотра видеозаписи мы показали экспертам фотографии. Это стоп-кадры, сделанные с максимально возможным увеличением. Здесь видно, что белые пятна это не элементы одежды, а просветы в листве. На фотографии это просто... Не, 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 хуже, хуже, хуже. На фото я бы с большей уверенностью наверное сказал, что это хуже. не человек. Но даже после просмотра фотографий эксперты не смогли прийти к однозначному выводу. Запись была сделана на любительскую видеокамеру. Качество самой записи не позволяет увеличить изображение так, чтобы можно было рассмотреть детали. Поэтому вопрос, что за существо запечатлели на пленке иркутские туристы так и остался без ответа. Криптозоологи условно выделяют два типа снежного человека южный и северный. О первом рассказывают жители жарких стран Индии, Таиланда, Египта. Считается, что южный Типьети передвигается на четвереньки. Он больше похож на обезьяну, чем на человека. Представитель северного типа ходит на двух ногах. В России люди описывают именно этот тип. Его видели почти во всех регионах страны. Чаще всего встречают снежного человека на Северном Кавказе. Здесь много труднодоступных мест. Высокие горы, неприступные склоны, поросшие густым лесом, перепад температур. Не лучшее место для проживания обычного человека, но вполне подходящее и для снежного. В Кабардино-Балкарии практически каждый третий местный житель видел алмасты. Так здесь называют снежного человека. Эдуарду Иониху повезло. Целых полчаса он наблюдал с близкого расстояния снежного человека. Эдуард родом из Москвы, но большую часть жизни провел в горах Кавказа. Впервые Эдуард встретил Йети в 1969 году в одном из ущелья Кабардино-Балкарии. Эдуард ночью один сидел у костра и неожиданно из темноты кто-то вышел и приселку. Бежать было некуда, да и любопытство победило страх. Эдуард решил просто тихо сидеть и молча смотреть на таинственного гостя. Пристал так, смотрю назад, а там сидит это существо. Сидит примерно так, поджав одну ногу, а вторую вытянув. Я пишу вот то, что видел. Огромная ступня, все мощное, мощное, масластое такое вот. Мышцы рельефно выступают. Более получаса снежный человек провел у догоравшего костра, потом встал и ушел в кромешную тьму ущелья. Он сидел молча и смотрел на огонь. Молча. Я не испытывал никакого беспокойства, кроме личных мыслей, не будет ли мне что от него. А так вот враждебного от него я такого какого-то биологического напора, атаки такой не чувствовал. Все было спокойно. Спустя почти 30 лет снежный человек снова напомнил Эдуарду Иониху о своем существовании. Поздней осенью 1997 года на базу Эльбрус прибыла группа детей из города Майского. Эдуард обучал их горнолыжному спорту и водил в пешие походы. И... по-моему 9 ноября ко мне прибегает девушка Марина Глухова говорит Эдуард Александрович там дикий человек. Я пошел с ними посмотри то место и вот они на перебор начали рассказывать мы видели чуть раньше а мы вот позже видели там видели там видели там и вот мы пошли на снежник посмотреть где на снегу они показывают отпечатки босых ног. На свежевыпавшем снегу инструктор обнаружил несколько следов которые вели дальше в лес. Отличительной особенностью отпечатков было то что большой палец отступал в сторону. Я думаю они были похожи вот на отпечатки ноги большого какого-то существа типа человека они были по длине порядка 40 сантиметров я пальцами мерил вот так вот у меня 20 сантиметров как раз вот 40 сантиметров в ширину где-то 18-20 сантиметров Эдуард был поражен тем что дети описывали гостя так же как его запомнил он сам во время первой встречи все кто видел снежного человека зафиксировали свои наблюдения на бумаге дети разными группами видели его шесть раз они видели его на разном расстоянии но все описывали его одинаково когда я им до этого случая рассказывал о диком человеке я им не сказал что у него нет шеи что у него толща начинается отсюда но они все сами сказали он поворачивает со всем телом и смотрит то есть вот это то есть это подтвердило то что они говорят правду что они видели действительно вот этого дикого человека истории встреч жителей при Эльбрусье со снежным человеком не похожи одна на другую но все описывают его одинаково ростом больше двух метров широкоплечий на голове длинные волосы а тело покрыто шерстью белого или серого цвета а до этого я видел один на один вот этому а у нас что с вами видел он хочет по-русскому хочет любое язык он могут говорить с тобою как вот как товарищ если когда хочешь чистить вот как невидимка он рядом стоит и есть уже у него нет шеи у него голова насажена прямо на торс вот то есть вот плечи начинаются отсюда они такие вот покатые у него как-то здесь он подкрыл естественно шерстью шерсти нет на руках на ступнях я их видел такие мозолистые как будто там корка какая-то вот и лицо у него без волосы хотя волосы висят вот так вот висят длинные волосы есть очевидцы которые да видели следы и большие и маленькие следы один в один схожи с человеческими следами но с босыми ногами на порядок выше чем человеческие это в частности в ущелье Азусу егеря видели у поймы реки я не знаю вот видимо не было аппаратуры чтобы заснять но они были очевидцами снежный человек есть несколько версий происхождения этого существа у каждой из них есть свои сторонники мистическая версия снежный человек это дух леса леший практически у всех народов мира в сказках есть такой персонаж фантастическая версия неизвестные приматы это одичевшие люди потомки тех кто ушел в леса и забыл навыки социума научная версия ети это предки современного человека австралопитеки неандертальцы и прочие синантропы этой теории придерживаются некоторые биологи правда большинство считает что дожить до наших времен неандертальцы никак не могли переход на извини было много у нас то есть это длинная история то есть человечество насчитывает отряд приматов насчитывает 65 миллионов лет и мы прошли самые разные этапы последние неандертальцы исчезли около 39 тысяч лет назад вот и примерно последние 39-40 тысяч лет гомо-сапиенс то есть человек существует на этой планете в одиночку никаких свидетельств того что есть какие-то другие даже подвиды гоминит уж не говорю про виды пока нет одни разговоры СССР был единственной страной в мире где проблема снежного человека рассматривалась на государственном уровне в конце 50-х годов в Советском Союзе вышла книга англичанина Гюнтера Дерренфурта к третьему полюсу за ней последовали многочисленные публикации в прессе о неуловимом существе живущем в Гималаях снежным человеком заинтересовалась Академия наук СССР в него даже поверил ее тогдашний президент Александр Несмеянов в 1958 году в Академии наук СССР действительно была создана комиссия по изучению снежного человека неким толчком для создания этой комиссии послужили сведения переданные гидробиологом Прониным в Академию наук о существовании неизвестных человекоподобных существ известный историк антрополог и психолог Поршнев Борис Федорович выступил с инициативой создания в Академии наук такой комиссии для изучения этого вопроса это уникальные документы чудом сохранившиеся в архивах Академии наук постановление президиума Академии наук СССР от 31 января 1958 года номер 74 о снежном человеке докладчик Борис Федорович Поршнев заслушав сообщение ряда ученых о некоторых данных допускающих возможность существования так называемого снежного человека на территории СССР и высокогорных районах Памира а с другой стороны высказывания исключающие эту возможность президиум Академии наук СССР считая необходимым принять меры для выяснения этого вопроса постановляет внести предложение в президиум об организации в текущем году хорошо оснащенной экспедиции для всестороннего изучения вопроса о снежном человеке на Памире Академик Несмеянов отправил докладную записку в ЦК КПСС 21 февраля 1958 года она была одобрена отдел науки ЦК дал указание сформировать Памирскую экспедицию для поиска снежного человека профессор Борис Поршнев предположил что реликтовый гоминоид мог мигрировать из Гималаев на советский Памир рядовыми членами комиссии стали ректор Ленинградского университета глава исполкома Горно-Бадахшанской автономной области академик-секретарь Академии наук Таджикистана и директор Московского зоопарка Всего штаб по поискам снежного человека состоял из 21 ответственного работника Группа захвата приступила к делу В помощь альпинистам призвали овчарок из школы военного собаководства советской армии Они должны были взять след окружить снежного человека и затравить После нескольких месяцев изнурительных поисков ни живой ни мертвой добычи найти так и не удалось Вот что говорится в постановлении Президиума Академии наук СССР заслушав отчетный доклад комиссии по изучению вопроса о снежном человеке Президиума НССР отмечает что памирская экспедиция направленная в 1958 году на Памир для выяснения вопроса о возможности обитания в этой горной стране снежного человека выполнила намеченную программу Ею изучены два наиболее недоступных района бассейны реки Муксу и Сарецского озера Экспедиция установила что нет оснований предполагать в настоящее время существование на памире снежного человека Так закончилась первая и последняя государственная экспедиция Папаин Киетти но неформальные поиски идут по сей день Геннадий Димаков кандидат биологических наук заведующий кафедрой зоологии в университете Он один из немногих представителей официальной науки кто верит в существование Йети Все потому что он видел его своими глазами Это было более 60 лет назад Геннадий жил тогда в родной деревне Димаки Где-то году в 48 49 примерно шел из школы осенью был очень хороший сухой солнечный день Я взглянул влево и смотрю на метрах наверное может быть в 50 не более очень большая обезьяна руки вот то что опомнится длиннее чем у человека внешне что только могу сказать что выше чем человек и шире чем человек но во всяком случае значит она идет мне на перерез никогда никогда больше Геннадий Димаков не встречал снежного человека и никому об этом не рассказывал боялся что его засмеют даже родителям не говорю но больше никогда не возвращался из школы один только вместе с одноклассниками эту встречу он запомнил на всю жизнь я рванул значит во всю прыть как только мог значит добежал быстро значит до речки через мостик в деревню прибежал и сразу же закрыл за собой все ворота значит потому что оглянуться я боялся возможно встреча со снежным человеком предопределила судьбу Геннадия Димакова он стал биологом чтобы приблизиться к тайне Йети разгадать его феномен он добился больших успехов в науке его труды изучают студенты западных стран сделал массу открытий в зоологии но снежный человек так и остался для него тайной для того значит все это было и до сих пор я это существо как представляет как сейчас значит не думаешь что это было видеть москва центр судебных экспертиз МВД сюда мы привезли кровь внука снежной женщины Родиона Каджая эксперт отдела биологических экспертиз Андрей Лач Завада при помощи специальных тестов установит чья это кровь человека или животного судя по результатам теста в данной пробирке находится кровь человека тест показал что в крови Родиона Каджая нет ничего необычного он нормальный человек такими же были все его предки результат экспертизы доказал что Зана это всего лишь миф правда это не может быть доказательством того что снежного человека вообще не существует так а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok